друзья всех всем привет с вами ким и фадин сегодня мы рассмотрим наверно один из любимейших моих на данный момент танков 9 уровня это тяжелый танк чехии tn ht vz 51 на девятом уровне сейчас он меня в топе накидал конечно здесь модуля какие есть даже он как это рога стоят ребят на это не будем обращать внимание просто хочу рассказать в чем ее преимущество и чем она меня восхитил тут есть барабан на 2 снаряда с перезарядкой 2589 тот скажет цикличное оружие там перезаряжается еще быстрее ну да возможно там пушка одинаково также и урон и альфа и пробитие но здесь с нашими турбо боями может быть и цикличка лучше а может быть и здесь наоборот я вот вывел для себя и так и так поиграл что лучше играть на барабане потому что вышел дал сразу на 800-900 тысяч и 30 секунд ну чуть меньше ты сидишь и как говорится ждешь перезарядки а там и попробуй ты реализуй пробитие на бэбэш как 252 но ребят нормально у многих 250 248 средний урон 440 то есть сами понимаете нормально 800 900 будет вылетать скорострельность дает 431 перезарядка 2531 это у меня в начале может быть ребят 30 секунд перезарядки как у меня только поставил экипаж еще никакой моделей толком нет 30 секунд перезарядки цикличное оружие перезаряжалась быстрее вот время сведения 239 разброс 038 вполне нормально для тяжа ребят я вам скажу очень комфортно вот посмотрите сейчас какие какой у меня экипаж и посмотрите как оборудка модуля какие стоит модуля такие ставить не надо ребят я вам сразу говорю это то что было свободное как раз я только купил денег не было серебра не было покупать снимать тоже не на что было золото поставил то что есть это не эталон и с этим и играю а вот экипаж да она чуть будет покачать и все будет в порядке то есть еще раз отметим что пушка шикарная реализовывается лучше сразу два снаряда и потом откатились и все но лучше играть со взводными чтоб пока вы 25-30 секунд на перезарядке он вас ваш взводный помог вам как бы это время переждать чтобы не получить люлей при цикличной пушки ребят но вы раз выстрелили и как бы ждете свои 14 там 13-15 секунд вроде перезарядка когда прошло а получится ли снова у вас выстрелить вы подумайте может быть уже танк ушел может быть еще время будет терять а тут точно вы дадите два выстрела потому что там две две с половиной секунды между три там я даже не знаю между снарядами вы переживете очень быстро танк никуда не ведь зато вы в это время выстрелите далее что хотел бы сказать что мне очень понравилось дальше это живучесть живучесть тебя 2060 то очень нормально очень хорошо не самое лучшее но все-таки 2000 для девятого уровня пойдет хотелось бы больше да есть и на восьмом скажете столько же но ребят на что поделаешь бронирование корпуса сто тридцать восемьдесят восемьдесят то есть под этими углами да под любыми углами в принципе вас будут прошивать в корпус вот честно вам скажу может быть еще когда спрячете нлд там где-то будет отскакивать будут прошивать от бронирования башни 300 158 здесь частенько ребят будет полегче полегче и часто вы будете ловить не пробить и тем более лючки вы видите какие на башне топовой башни они почти незаметны будут иногда туда пробивать но это тоже не всегда тем более вы же мансуете вот поэтому это тоже один из плюсов далее что еще мы хотим рассказать здесь подумать по скорости вот еще что мне очень понравился ребята еще один плюс это огромная хорошая скорость то есть 50 вперед 15 назад набирает она 40 с копейками летит знаете обгоняем ноги сейчас со взводным играем зонт видите но чар футур то естественно с пашей пассы знаете 9 уровня очень сильно отстает то есть на это в эзэхе вы будете успевать занимать одним из первых места там где тяжа там конечно советские некоторые будут пролетать еще быстрее но что поделаешь но он немедленно ребят я вам так скажу немедленно будет приятно и комфортно играть ну и назад 15 я считаю нормально считаю вообще нормальность двигателем или 700 до около 14 удельная мощность но разве это плохо друзья я считаю что это даже просто хорошо если сказать по незаметности но об этом у тебя же говорить там около 9 неподвижные машины в движении 5 с копейками но нужно ли показать я считаю нет обзор здесь не обращать внимание тут рога конечно она там под 5 сотку а так 400 будет обзор для тяжей этого то по сути не надо потому что вы всегда бьетесь как говорится вблизи вот как здесь даже сейчас выцелить пытаешься не получается да вы всегда бьетесь отвлекся немножко на бой вблизи в ближнем бою издалека это пушка может мазать да вроде там по показателям хорошим часто ребят барабан да чуть чуть малейше 100 доли секунды не досвел снаряд улетает куда-то непонятно издалека можно вообще зафейлить конкретно издалека не стреляйте смысл то эти на передовую даже с десятками нет конечно не лоло прям нужно будет лететь но с десятками вполне вполне комфортно играть точно также нлд пробьете любое и как говорится и и третьему это мы и пятому против кого там mouse тоже также расстрелять единственное что конечно тут уже не стоит бодаться сильно лезьте на десяток тут нужно немножко поумнее к отстрелялись вышли выдали барабан может быть один не будет попадать там один не пробили но один точно пробьет еще одна болезнь нет постоянно боеукладка взрывается надо ее качать не взрывается вот видите вылетает нужно ее обязательно прокачать мокрую боеукладку экипажу прочее 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 для того чтобы это не критовали критуется очень хорошо ребят а когда 25 секунд у вас перезарядка барабана а вы в это время перезаряжать 40 50 но это очень критично бой здесь конечно у нас попался не совсем как хотелось бы думал с десятками но попал с восьмерками да ладно тут тут на получал всех сторон танк живучи им скажу очень живучий ведь я заблокировал больше чем настрелял на самом деле почему они меня здесь не забирают я до сих пор не понимаю наверное где-то что-то отлетает счет меня это очень приятно смотрите су-130 pm не пробила объект 704 не пробил опять сушка индеец ну то что кумулями фугасами пробивает это естественно это нормально так вот боязные туда и сюда отъехать как говорится что из этого будет танк хорош ребята я вам скажу очень даже хорош очень комфортно жду когда подъедут здесь мои товарищи потому что боюсь сейчас нарваться со всех сторон просто со всех сторон ребята и слева и справа могут грохнуть меня про напросто хочется выжить 20 хп уже под конец боя концу боя все идет как обычно бой какой-то попался ребят тот на сейчас вам покажу можно на нем конечно намного лучше это не такой на стрел 2 500 это так себе можно и поинтересен на нем сыграть тем более с барабаном просто рассказываю как есть еще раз не жалейте как говорится сред скачайте чешскую ветку совету очень хороший танк на девятый левел вообще это бомба щит имбище для своего левела очень приятно комфортно играть еще раз плюсы это орудие барабан именно барабан это моё мнение на нем нужно играть и скорость но и броня башни пишите свои комментарии друзья с вами был киме f1 кто играл на этом танке минусы я вам тоже рассказал может быть вы какие-то новые минусы почувствовали какие-то другие плюсы но я вам советую танчик что надо единственное что заправить его модулями правильно у меня это так ни о чем потому что сборочка должна быть немножко другая всем пока и до скорых встреч друзья удачи на полях сражений спасибо за просмотр смотря к вам Продолжение следует...